привет народ рад вас видеть у себя на канале и в сегодняшнем видеоролике мы с вами поговорим о футбине такой себе мини гайд по использованию этого сайта покажу какие функции я предпочитаю и какую пользу они мне приносят также затронем тему трекера это новая функция на футбине много супер они я не знаю но то что знаю вам обязательно покажу если нравится такого рода контент влепите лайк этому видео если вы на канале впервые не забудьте подписаться первая полезная функция для вас это вкладка pgp перейдя по которой я всегда сортирую игроков по сыгранным матчем и это дает понять какие игроки имеют больше всего спроса в этой игре соответственно когда у нас идет обвал маркета я знаю что эти игроки всегда будут цене немножко возвращаться и на них будет всегда возможность заработать деньги также мне очень нравится трейдинг на стиле сыгранности смотря на этой список условные ситуации у нас есть защитники я смотрю какие защитники более востребованные фипа если вы не знаете стиль сыгранность тень стоит около 4000 и люди часто выставляют игроков которые имеют ту же тень по цене футбина соответственно у вас будет всегда опция купить дешевле продать дороже вот так же это касается нападающих если им применять стиль сыгранности охотник это не помогает понять какие какие имеют больше всего спроса вторая вкладка это у нас популярные игроки почему здесь я захожу эти игроки это игроки которые чаще всего люди ищут сейчас на футбине соответственно вы знаете какие игроки сейчас очень горячие и также что я делаю условно я смотрю на игроков я понимаю примерно какие цены я всегда ищу какой-нибудь подбог условные ситуации с минди я знаю что он всегда дороже чем 100 тысяч видя одна карточка 101 тысяча потом идут карточки по 115 и люди часто которые заходят на минди которые планируют его продать они выставляют за 100 тысяч и ниже и вас всегда будет возможность эту карточку поймать и продать по ее реальной цене а ее реальная цена я вас уверяю это 115000 то есть на этой карточке можно сделать десятку в течение минуты если его грамотно заснайпер таким образом когда вы будете часто заходить на эту вкладку вы будете знать какие игроки ну сейчас самые горячие самые интересные людям вот это вкладка номер два третья вкладка это наверное у нас будут игроки которым смесь меняют максималку и минималку от условные ситуации сейчас мы ожидаем то что алексу телесу который перешел манчестер юнать могут поднять максималку и вы также можете часто заходить вот на эту вкладочку и смотреть а вдруг ему подняли потому что если мы подняли очень вероятно люди могут его продавать по очень заниженной стоимости и в общем если у вас есть много вложений вы знаете окей максималку ему подняли свои вложения можно скинуть вот именно так по этой причине я использую эту вкладочку дальше мы с вами двигаемся и вкладка которая называется команда недели здесь у нас и много разных команд которые сейчас пока которые из паков уже вышли когда я трейдю мне всегда интересно в каком состоянии находится команда недели потому что я люблю трейдинг на команде недели условная ситуация захожу смотрю и вот вижу не знаю там упом экрана стоит 170 тысяч до перехожу смотрю потому что также я знаю что он продается выше одна карточка 170 и все остальные около 180 выкинь лигу эта карта продается за 190 если я хочу сделать вложение я постараюсь его по снайпе или взять поставки ниже чем 170 или даже если я хочу флипануть сразу же или купить условно днем и где-то утром и потом продать вечером когда больше людей на маркете я постараюсь его именно придержать там течение дня и потом продать то есть я мониторю эти команды недели и всегда у меня есть цель найти какой-нибудь подвох то есть я в принципе заходя на эти карточки по этом ссылочкам я немножко учу цены то есть я стараюсь ориентироваться и понимать какие цены на команду ели это касается иван ствуч это касается многих карт вот сейчас условно на ситуация команда недели три или он с тобой сейчас пока и возможно также здесь есть какие-то немножко заниженные цены я захожу и просто визуально проверяю потому что часто люди выставляют команду недели игроков ниже чем они идут и я сразу же понимаю окей это возможность купить карточку потому что каждая карточка в течение дня нет верхние точки нижние точки условный рамос я знаю он вчера у меня продавался за 270 сейчас он 250 возможно кто-то с людей решили выставить за 240 это будет потенциал у меня быстрого флипа или даже надежные вложения под выход этой карты в не парке с этими думаю также разобрались идем с вами дальше что интересного я еще могу вам показать если вы заинтересованы условно в игроках вот то вы можете перейти посмотреть на игроков и их не цены там сифа-20 сфа-19 но лично я как смотрю условный рамос снова что-то ситуация с рамосом давайте посмотрим его карточку на подбине вот если не интересно как двигалась его карта в фифа-20 или фифа-19 есть такая фишка как generation то есть переходите сюда и вы находите такую же карту того же серёги рамоса с фифа-19 если вам интересно вы просто делаете зум вот здесь и зум и смотрит смотрите уже ближе именно к активлю до начала игры вы смотрите а окей сервером и сдвигался в это время такой цены то есть там него обвал вы стараетесь уже подставлять время до промо которые выходили под график когда вы понимаете а вот у нас черная пятница намечается и случился обвал по такой такой причине то есть если вам нужно анализировать это вам также поможет следующая тема это у нас с бч с бч и кто не знает многие из вас знают что в начале игры я люблю трейдить именно на продвинутых с бч как все это дело выглядит миллион раз уже показывал условный гибрид лиг вам интересно по трейде на каких-то игроках из вам нужны игроки для трейда мягко говоря вы просто заходите в челленджи которые уже люди собрали выбираете всегда один и нужно не лояльности не сыгранности дальше смотрите вот у нас первая сборка она в топе то есть игроки именно эти сейчас цене хорошо двигается смотрите на список игроков и уже для себя понимаете окей я хочу трейдить на том же данилу сейчас он по подбину 1700 а возможно если сборка это будет на маркете там 10-15 минут на дати пробую в топе то он может подняться до 3000 такие вот нюансы я всегда пользуюсь этой фишкой ну так же наверное вам стоит сказать если вам нужно посмотреть какие-либо сбо чашки которые были по 20 то есть связанные будь с чем вот здесь переход 20 из бача я часто этим делаем пользуюсь перехожу в 20 из бача и спорт да наконец-то сообразила сайт сообразил уж не это не и спорт это просто пудбин вот и я перехожу условно с бача шки которые закончились вот сейчас прожимаем на сайтах он не спайр и сейчас мы можем увидеть окей это у нас обычая на лука самову это из бача на prime икон какие были условия то есть перейдя по этим ссылочкам вы сразу начинать ориентировать какие были условия то есть этом году у нас допустим возвращается спорки на икон вот и возможно если вам интересно как проходили эти спорки там фипа 19 какие были условия что вы уже понимали когда придет время как как мы подготовиться сразу же не отходя от кассы я вам покажу еще одну полезную фишку она как раз связано с инвестицией в рейтинг который будет нужен под с бача на икон под с бача на лучшего к месяца в разных лигах по те же флешбеке это вкладка чип из players байди рейтинг что это значит это подборка всех игроков которые на данную секунду самые дешевые в своем рейтинге это вам также поможет ориентироваться возможно есть какие-то надежные вложения возможно стоит по игроку в клуб себе взять и чтобы уже быть готовым под будущее с бача следующая тема это у нас ван ствач карты и за ними всегда нужно следить вот условные это все игроки то есть игроки которые имеют ван ствач карточки и у них разные матчи то есть у нас пишет вот мы у нас играет сегодня элитс против выбора хэмпона вот игра у нас состоится в этот день вот и такие карточки принимать участие здесь вам интересно я давал закупку того же родригу сегодня за 190 и ниже он сейчас уже почти 220 не смотрел эта карточка уже дала рост соответственно можете готовиться каждому матчу смотрите вот играет динамо киев против того же ювентуса вот или там челси сивилий и вот есть определенные игроки которые могут перед матчем на хайпе вырасти то есть вы уже просто смотря на этот график понимаете какую карточку можно вложиться и под какой день это вложение то есть как долго это вложение нужно держать дальше у нас еще одна фишка слайд это претенденты на команду недели вот вы смотрите условная ситуация это все игроки которые имеют шанс среду уйти в непаки то есть и золотые или серебряные карточки входит в непаки на одну неделю и выпадает карточка информа вот именно так смотря этот список вы можете готовиться какие игроки вам можно закупить время условно наград за склад баттл и потом уже продать когда у них дни парке или на хайпе когда и спорт выпустят новую команду недели в паку условные ситуации пример депай он прошлом матче победном матче против стразбурга стал игроком матча и и отдал три голевые передачи вы смотрите сейчас его цена 11500 вот вы сразу же думаете окей потенциально он уйдет в непаки но сегодня он опускался до 9000 что это значит что сейчас уже карточка немножко набрала и не совсем удобно в нее инвестировать но в общем завтра у нас получаются сильные матчи лиги чемпионов будет много паков открыто и я думаю депай имеет шанс опуститься снова ниже 9000 но вы уже понимаете окей что эта карточка имеет большой шанс попасть в команду недели и возможно уже в среду на хайпе он наберет снова там 11 12 тысяч соответственно купили за 9 продали за 12 на хайпе вы делаете деньги это поможет вам подбирать именно инвестиции под команду недели ну и последнее с разряду лайф это у нас инвестиции игрока месяца апел бундеслиги млс лиги 1 французской и также ла лиги то есть как это вам помогает условная бундеслига нас игра на два матча роберт ливандовский две игры две победы что немаловажно 6 голов и 1 ассист пока что он главный претендент на то что у него выйдет с бача игрока команды месяца то есть как это вам поможет чем ближе до окончания уже этого же октября потом у нас в ноябре начинается голосование и испорт живет кандидатом на победу лучшим игрока месяца до модно вот и потмо и соответственно вы сможете уже инвестировать под ливандовского условно покупать игроков баварии покупать возможно линки под ливандовского того же санэ возможно люди будет через него как-нибудь гибрид вот и все этом роде также этом помогает если вы понимаете что ливандовский изучая выйдет возможно стоит скинуть его золотую карточку потому что на подбавлением с бача может упасть вот так же этот игрок может давить на другие позиции не нападающие которые играют тоже бундеслиги вот у нас французская лига главный кандидат пока что мбаппе два матча две победы 3 гола один ассист то есть также когда он условно уже будет голосование люди понимают что он главный кандидат стоит продать его золотую карточку потому что вы с бача на потмо может быть разница в цене там сборки сборка 2 миллиона а сейчас на маркете стоит мбаппе 1 и 4 возможно люди будут продавать своего мбаппе чтобы собрать а то и сборку то есть и плюс это сразу же вариант подлинки это сразу же вариант покупка высокорейтингового золота там с французской лиги с пари сен-жермен игроков то есть это вам поможет сориентироваться что вам делать дальше вот дальше мы с вами переходим и наверное стоит поговорить о индексе это также очень важная фишка индекс 100 это то как двигается маркет что вы понимали в каком сейчас состоянии маркет находится перейдя по нему вы видите что пока что за последнее время маркет вырос на один процент если смотреть по моему это за сегодня что ли самая нижняя точка это было 65 самая высокая 70 с половиной мы market в принципе вырос за сегодня на 5 единиц если смотреть самой нижней точки до самой высокой точки вот самая нижняя примерно 65 и самая высокая вот 70 с половиной да вот так что марки сейчас растет вверх и вы сразу же понимаете какая ситуация на марке и вот сразу же игроки которые больше всего выросли за последнее время игроки которые больше всего упали в цене за последнее время также важная фишка для вас свою понять ну и наверное предпоследнее нас возможно я сделаю для вас ролик по этой теме это называется импорт моего клуба как он делается я думаю давайте сделаем так я напишу тему внизу то есть видео по поводу импорта если этот комментарий наберет 250 лайков я запишу вам ролик потому что здесь нужно добить 5 кредитов то есть как их сделать вам покажу и потом можно сделать импорт то есть сосканировать получается всех игроков которые вас клубе находится и вы узнаете сколько у вас монет в клубе сколько у вас и как стоит ваши игроки возможно кто-то из них упал возможно клубе есть игроки которые сейчас стоит очень много об этом не знаете то есть эта фишка также очень полезно если если вам интересно ставим лайк вот и последнее самое новое нововведение я уже начал пользоваться этой темой не скажу что я идеально все понимаю но то что понимаю сразу вам покажу во первых я сюда вбил некоторые информации это игроки которые покупал сегодня условно брал марсиале цена 143 продал 159 вот прибыль у нас получается 8000 на карте дальше у нас максимин такая же история покупал 13 карт за 40 в среднем продал за 47 с половиной это у нас шестьдесят шесть тысяч прибыли на карте это примерно 5000 на карте я заработал то есть у нас не было 13 соответственно к его прибыль вот и все в этом роде и вот все опции я заинвестировал за все время то что я ввел в программку девятьсот девяносто четыре тысячи продал на миллион сто пятьдесят это у нас пятьдесят семь тысяч налог и чистыми заработал с того что я вот показал этой программке 98000 хорошо как вы можете работать здесь есть опция добавить нового игрока я вам рассказывал я купил сегодня условно одну карточку потому что взял одну rodrigo rodrigo это у нас игрок который получил once to watch игрок лица сейчас он 213 я взял одну карточку за сто восемьдесят пять тысяч вот и сейчас я добавляю на нее аукцион и мне он показывает карточка rodrigo moreno 1 закуплена сейчас получается у меня прибыль на этой карте 17000 вот такая у меня получается прибыль вот и здесь слева вы видите график как он двигался за последние 72 часа вот где-то здесь по моему я его купил даже немножко позже вот где-то здесь я его купил заинвестировал и все и теперь я жду пока он выйдет на стуки вероятно сейчас его и потому что матч скоро начнется я всегда карточки once to watch продаю на хайп это важная фишка вы сможете увидеть какой сейчас прибыль какой прибыли вы сейчас получаете на своей карте также здесь слева вверху показывает история продаж карт который зафиксировал футбин условно кто-то буквально пару минут назад выставил его за 220 карточка не продалась и минутой ранее две карточки за 234 из 35 также не продались последняя продажа была буквально 6 или 7 минут назад и он продался за 215 тыс что вы понимаете а окей цена продажи то есть люди покупают примерно по такой цене и вы уже ориентируетесь какое вам решение принимать вот если вы условно решили его продать вы можете прожать кнопку sell и здесь вы сказать одна карточка то есть я его продал сегодня за 219 тысяч это было где-то честно вот я прописываю что все а ты карточку не забыли больше эта карточка не будет числиться не вот сюда она переходит мою историю что я заработал на этой карточке 23000 и моя история немножко изменилась за все время с того что вел программ с меня заработал 120 кроме этого еще есть условно ну есть вложение я дал вложение карточка называется у нас томас парки его информе дал закупку парки вот он до 100 тысяч то есть я взял там буквально скажем так 3 карточки за 100 тысяч ровно каждую карточку я поскольку купил воды и добавляем и она появляется местного штуки в списке в списке вот соответственно сейчас исходя из этого всего я зарабатываю 22000 на трех карточках я могу также если я уже продал я могу сразу же цел и у меня бухгалтерия продолжается расширяется но это как вложение я наверное подожду с этой карточки уже увижу возможно позже вечером он будет 120 тысяч тогда я возможно его продам это уже как вложение это не прямая продажа также если вы хотите следить за кем это карточки есть функция favorite то есть прожимая здесь два раза вас условно интересует какая-либо карточка последнее время я интересуюсь иконами да вот есть карточка условно эшли кола мне интересно на этой карточки 3 я о ней пока что ничего не понимаю но мне интересно будет узнать как она двигалась я ее добавляю в список и вот здесь мы видим полностью его картину вот он его дно было сегодня даже не сегодня это на скол или нет так кол вот вот график пола получается график пола его дно сегодня было он падал до 345 тысяч и вот вам интересно его допустим купить ниже чем 345 потому что видите окей он туда опускается он опускается до 350 даже вот и история его 370 не продал 373 не продался 379 не продался но буквально сколько 20 минут назад он ушел за 370 то есть бывает так что на пике и он ни разу не раз уходил по такой цене то есть его цена продажи 370 тысяч если вам интересно ним заработать старайтесь купить чем пониже условно купить за 340 и потом продать до 370 таким образом вы понимаете примерно сколько вы можете заработать на этом все и как карточка двигается просто учите графики и сразу же вам будет ясно где есть деньги где нет денег дальше еще последняя фишка этот top movers это игроки которые в последнее время согласно футбину двигаются вверх или вниз условно тайсон потерял 33 процента сейчас он стоит 1000 монет возможно он также вернется обратно в цене и стоит на него обратить внимание такая же история с рюдигером падение на 44 процента возможно это или ошибка футбина и он на марте стоит условно больше просто футбин зафиксировал какую-то левую карточку и вы сразу же сможете пойти на эту карточку потрейдить постараться ее пофлипать вот и также есть сразу же карточки которые в сильно цене выросли условно вас в клубе валяется ругани который сейчас показывает 9 900 я не понимаю почему столько стоит возможно он попал какую-то сбор в сборку футбина зафиксировал вас карточка валяется в клубе вы пошли быстренько продали если цена еще такая то есть возможно футбин я еще неправильно обновил вот и вы сразу же видите кто у нас сейчас рукается двигается максимально вверх ребята видос насыщенный есть вопросы пишите надеюсь помог на этом не все всем пока